Мужчина из Пензы задался целью, сделать из этого запорожца красивый проект. Поскольку днище и ходовая были в плачевном состоянии, пришлось их срезать. Для каркаса была использована бесшовная труба 42 на 2,5. Начал с усиления порогов, вырезал старые гнилые, вместо них установил швеллера. Далее установил переднюю дугу, и обе дуги связал между собой тремя распорками. Продолжил наращивать каркас внутри, усилил весь задок, как по бокам, так и сверху. Был куплен двигатель с рук, от ВАЗ 2108. По передней подвеске, будет все по максимуму также от восьмерки. Зафиксировал задние рулевые тяги, сделал крепежи для крабов, и установил передние рычаги, стойки и колеса. Поставил ступицы с дисковыми тормозами на 14, сзади будут стоять на 13. Главный тормозной цилиндр, вакуумный насос от Приоры. Установил Нивский радиатор, он немного сдвинут вправо, из-за доступа к патрубкам со стороны салона, это не критично, зато будет удобно обслуживать. Ну и собственно ставлю ковш водителя в штатное положение. Ковш для удобства с поворотным механизмом. Установил движок, один с помощью подъемника и домкрата, поставил генератор и новый редукторный стартер. Подключил все топливные магистрали, установил бензонасос и топливный фильтр, с удобным доступом к нему. Поставил педали. Изготовил выкройку пола со стороны водителя. По выкройке сделал настоящий пол. Нарезал. Сами перегородки, верхняя перегородка состоит из двух частей для удобства съема. Доделал все крепежи приборки, укрепил снизу. Установил центральную консоль, на ней будут различные переключатели. Установил панели по бокам, саму бороду снабдил перегородками выключателей. Двери переделал под открывание вверх. Изготовил пять усилителей двери. Отрезал родные усилители капота, опустил их к самому капоту и точечно проварил, добавил еще усилитель по центру, хотя было не обязательно, после нормальной установки родных усилителей капот не играет, в разные стороны. Установил капот на место и поставил газлифты. Лифты самые простые и дешевые от багажника ВАЗ-2108. Доделан кастом глушитель. Конструкция, сваренная из двух миллиметров нержавейки, лабиринтного, типа, никаких наполнителей не использовал. Изготовил арки на крыльях. Сделал из листовой стали пороги. Заказал из нержавейки решетку. Отполировал ее и установил на место. Доделал задний багажник. Каждая декоративная панель была крепко привинчена к каркасу кузова. Теперь можно открывать задний багажник и смело все мыть керхером. Ничего гнить не будет. Готовлю панель приборов. Под маленькие приборы сверлюсь коронкой, под большие лобзиком. Приборы взял лодочной серии. Ну и небольшой фотосет перед покраской. Весь каркас обработал сначала преобразователем ржавчины, потом ацетоном убрал излишки и кузов готов к обработке. Загрунтовали, зачистили, цвет выбрал аквамарин. Положили 9 слоев краски кэнди. И 3 слоя лака. Так выглядит основа, крыша ничем не обработана. Теперь проклеиваем крышу кусками стп. Проклеил периметр крыши кожей. Также и заднюю полку. Приступил к обтяжке кожи и передней части авто, каркас сверху, боковые стойки, люк изнутри. Опыт начинает проявляться, складок все меньше и меньше. Стыки краев кожи заклеиваю псевдонакладками. Установлен мотор печки. Подрулевая панель, ковши, панель с приборами и борода с тумблерами. Поставил все недостающие приборы, дефлекторы воздуха, бортовой компьютер, магнитолу. Ну вот и все, это финиш. Теперь можно подвести некоторые итоги. Доделал не спеша мелочи, из работ осталось только сделать пару декоративных кожухов на рулевую колонку. Обкатал на трассе, привыкал к педалям и вообще к характеру авто. Разгонялся до 100 км в час, дальше честно говоря было не очень комфортно. Короткая база и очень чувствительная реакция руля дают о себе знать. Дисковые тормоза по кругу работают великолепно. Поездка была интересной, многие водители не понимали, что это перед ними проехало, когда стоял на светофорах видел улыбки водителей встречных машин. Многие равнялись по соседнему ряду, сопровождали, потом отрывались вперед, кто-то пристраивался в хвост и также сопровождал. Было очень непривычно, эмоционально, но приятно. Всем спасибо за внимание, ставьте лайк если понравилась проделанная работа.